МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поясните, где вы, гулуби сизые, взяли эти деньги? Новый скандал на Украине. Финансовые декларации чиновников раскрывают их доходы. Миллионы наличными, яхты, самолеты, святые мощи и билет в космос. Какая разница украинцам, кто будет к ним наплевательски относиться? Порошенко или Янукович? Просто показали уживость этого режима в очередной раз. Украинцы возмущены богатствами новых правителей. Страна готова взорваться очередным Майданом. Майдан – это проклятие. Куда киевская власть направляет гнев своих граждан? Россия в образе главного врага на новой эмблеме украинских спецслужб. Такое реальное издевательство в виде угрозы. Ну, кого кому? Президент Украины представляет назначенного им руководителя главного разведуправления. Порошенко на фоне новой эмблемы спецведомства. До этих пор ее никто не видел. Но то, что удалось, наконец, разглядеть, повергает в шок. Мне так думается, что сюда как раз заложен глубокий смысл. Агрессивность в отношении России в этой эмблеме высказана. Символ военной разведки Украины – сова, заносящая меч над Россией. Ее территория для вещей убедительности выделена цветом, как явный намек на главного врага. Как относиться к этой геральгической выходке? Они, очевидно, задались целью до смерти рассмешить своих соседей, прежде всего, на востоке. Причем, это единственная эмблема в мире, где меч нацелен на определенное государство. Эта война, которую они ведут, пропагандистская, в том числе с этими эмблемами, она не способствует улучшению отношений между Россией и Украиной, а способствует только продолжению конфликта. Эта эмблема, конечно, глупость очередная в Киевской войне, да, но она симптом более серьезных вещей. Грязь на Россию, обман, ложь изливается практически постоянно. Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины, бывший депутат Верховной Рады и лидер партии регионов, объявлен на родине невъездным. Он еще надеется, что это ненадолго. Ну, я надеюсь, что вернусь, конечно, потому что Украина нуждается, во-первых, в той команде созидателей, а мы всегда строили, созидали, создавали, никогда не разрушали. Украина нуждается в реформах, но в реформах грамотных, которые ведут к увеличению и к улучшению благосостояния наших граждан, а не к их обнищанию. Николай Азаров, как и многие другие эксперты, уверен, что новая эмблема ГРУ Украины – это не только символ спецслужб, но и образ самой страны. Полуслепая сова с мечом, готовая крушить и наказывать. Любая эмблема, любой символ, любой герб – это что-то символизирующее. Даже любая награда, награда любого государства – это лицо государственной власти, так же, как и герб, и все остальное. У нас будет очередной миллиард транша от Международного валютного фонда. Это даст серьезный фундамент под наш реформ. Украина превыше всего. Лозунг на эмблеме киевских спецслужб. Девиз, с которым шли к власти нынешние правители. Но все заверения в общих великих целях вдруг перебили другие декларации – финансовые. В ноябре 2016-го политическая элита впервые отчитывается о своих состояниях. Ну вот, эти декларации, так сказать, просто показали уживость этого режима в очередной раз, хотя, собственно, всех их знали, поэтому у меня там сомнений никаких не было раньше. Маски сорваны. Общая сумма опубликованных чиновниками доходов – примерно полмиллиарда долларов. Это сопоставимо с масштабами траншей Международного валютного фонда. Западным банкирам впору самим просить в долг у киевских чиновников. Сейчас подали декларации все эти деятели киевского режима. И уже в сетях пишут, что зачем же они, интересно, собирали с пенсии. Могли бы скинуться там сами. И хватило бы там в сто раз больше, чем, значит, они собирали там с пенсии. Те баснословные деньги, которые они, так сказать, народу говорят, что они якобы тратят на войну, да причем еще собирают с волонтеров, собирают с пенсии, там, по полтора процента. Еще там, значит, обложили всю страну вот этой вот подушкой. Выяснилось, что президент Порошенко в прошлом году потратил значительную сумму на покупку ценных бумаг. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов – долларовый миллионер. Глава правительства Гройсман тоже показал свои скромные сбережения. Кроме 2,5 миллионов гривен, у него 460 тысяч евро и 870 тысяч долларов. В собственности украинской знати автопарки, яхты и самолеты, и даже билет в космос за полтора миллиона долларов. То есть это просто, я говорю, какие-то смешные клоуны. У них, значит, проблемы одна за другой, безработица, развалина экономика, проблемы со всеми соседями, они вот занимаются такой веселой. На заседании Верховной Рады телекамеры ловят странное поведение одного из депутатов. Сначала в объектив попадает сообщение на мобильный Дмитрия Добкина о покупке тура за 135 тысяч евро. Потом слуга народа прячется за колонной. Видно, как он запивает какую-то таблеточку. Вернувшись в зал, парламентарий, похоже, сразу же отправляется в полет. С юмором к этому относиться нельзя, потому что они, что называется, заиграли в своем народном театре. Уже испорченные отношения не только с Россией, уже всем надоели. Президент Порошенко на публике пробует образумить взорвавшихся сподвижников. Вернуть их из мира галлюцинаций на грешную землю. Те, кто сейчас задекларировал свое имущество, думают, что это нулевая декларация. Что она потом позволит им уйти от проверок. Ключевая позиция состоит в том, поясните, где вы, голуби-сизые, взяли эти деньги. В этих трех секундах недоуменной паузы. Вся суть сегодняшней незалежной державы. Народ и общество имеет право это знать. Поясните, где вы, голуби-сизые, взяли эти деньги? Президент Украины, один из самых богатых людей страны, будто и правда не понимает, откуда берутся деньги у его соратников. Спросим у премьера. В тени находится сегодня порядка 58% всей экономики нашей страны. Иногда бывает так, что люди получают на руки 1600 гривен, потом 2-3 тысячи гривен в конверте. Это означает только одно. В тени находится тот ресурс, который сегодня должен быть направлен на то, чтобы платить людям и платить с легальных налогов. Тогда мы сможем обеспечить и нормальную пенсию, и дать возможность жить хотя бы на минимальном уровне. Минимальная зарплата в стране – 1600 гривен. Вдвое ниже установленного правительством прожиточного минимума. Соцзапросы подтверждают. У третьих украинцев не хватает денег на покупку одежды. 18% вынуждены экономить на продуктах. Их кормят вот этими байками, что они будут жить как в Европе, так и так. Ну, Болгария тоже в Европе, и Румыния в Европе. Но что-то там никто не доволен. И понятно, что они будут еще хуже жить. Потому что в Европе живут хуже те, кто последние вступили в Евросоюз. Потому что все места уже заняты, и осталось то, что осталось. Люди на киевских улицах за каждым шагом властей пытаются найти предсказания и своей судьбы. Чем может обернуться для них выбранное руководством направление главного удара? Полностью отказаться от экономических отношений с таким большим государством, как Россия, невозможно, неправильно. И это такое своего рода самоубийство. В принципе, то, что сейчас происходит между двумя странами, это не в интересах ни Украины, ни России, как мне видятся. То есть то, что сейчас происходит, это надо прекратить. Украина превыше всего. Но деньги лучше перепрятать. Для западных кредиторов декларации украинских правителей тоже стали большим откровением. Как можно давать в долг государству, чье руководство не доверяет отечественным банкам и национальной валюте? Оказывается, чуть не половину своих прибыли киевская знать хранит дома в наличных долларах и евро. Я не доверяю ни одному украинскому банку свои деньги, потому что я не верю в то, что они отдадут людям то, что уже украли. Поэтому что вас так удивляет в нашей стране? У нас около 137 миллиардов по подсчетам экономистов находится под подушкой. Все знают, что в соглашениях было записано. Но на страхование вкладов не было выделено ни одной копейки. Ненадежность банковской системы грозит Украине новым все нарастающим бунтом. В стране создается массовая организация обманутых вкладчиков. Их потери составляют без малого 450 миллиардов гривен – половина годового бюджета страны. Юлия Тимошенко грозит предстоящими акциями протеста. У вас 30 секунд, заканчивайте, и мы переходим дальше. Обманутые вкладчики требуют немедленно создания в парламенте комиссии по расследованию коррупции в фонде формирования вкладов, а также рассмотрения законов, которые предлагают обманутые вкладчики. Иначе они выходят на всеукраинскую акцию протеста. Начните жить для людей и формировать порядок. Ваше время закончилось, сигнализирует Тимошенко электронная система. Сторонники Порошенко предупреждают – лидер Батьковщины готовит государственный переворот. Новый Майдан. Гриньи мои, я умрела, помочи ты, ваши очи! Майдан – это проклятие. Как только один раз на это пошли, как только решили под давлением любого санкционированного, несанкционированного выступления нарушить законы и конституцию, все, остановить это уже не возможно. Не исключаю, что может быть еще один Майдан. Причины его уже будут не связаны с евроинтеграцией, они будут более внутриукраинскими, но это абсолютно на такой возможной сценарий. Для свержения власти Тимошенко готова использовать не только разъяренных вкладчиков. Приближающиеся заморозки грозят техногенной катастрофой. И на этом оппозиция обязательно сыграет против украинского правительства. Тимошенко – конъюнктурный политик, ситуативный политик. Если сегодня надо заявить, что Янукович – коррупционер, она это заявит, завтра она с такой же легкостью скажет, что Янукович – это еще человек. Это все зависит от той ситуации, обстановки и так далее. Я хочу всем сказать, мне надоело. И какая разница украинцам, кто будет к ним наплевательски относиться? Порошенко Янукович, какая разница для украинцев? Кто их будет грабить? Какая разница для украинцев? Кто будет его себе присваивать? До новых встреч. Большое спасибо. Смотрите далее в программе «Специальный репортаж». С какими гостинцами президент Израиля приехал в Украину? Многие пособники этих преступлений были украинцами. Незалежный экстремизм возвращается из исторических залежей. Появляется государство в центре Европы, которое ставит перед собой какие-то агрессивные замыслы, которые пропагандируют нацизм. Глава Украине! Чем грозит новый виток государственного экстремизма Украины, миру и украинскому народу? Попавшая в прессу новая эмблема главного разведывательного управления Украины воспринимается как символ всей политики киевских властей. Меч, занесенный над Россией, как попытка отвлечь людей от собственных бед. Агрессивность в отношении России в этой эмблеме высказана, безусловно. Но почему она высказана, допустим, и почему так явно и откровенно? Мы понимаем прекрасно, что за спиной Украины стоят Соединенные Штаты Америки. И, допустим, если бы Украина знала, что за эту выходку ее, допустим, что-то ожидает, вот. Думаю, что такой эмблема вряд ли бы появилась. В избранном для карты мира ракурсе Америка в буквальном смысле за спиной Украины. А общий внешний враг – лучшее оружие для защиты от ожидаемых боев на внутренних фронтах. Люди не верят. Люди вообще сейчас никому не верят. Но и наступает потихонечку протрезвление. Ведь совсем недавно они жили совсем по-другому. Совсем недавно они платили там 200 гривен, сейчас за квартиру, сейчас 3 тысячи гривен. Вот. Сейчас их собираются обязать там, значит, снимать счетов в банки, которые есть у них, например, и в обязательном порядке платить за долги, за жилищно-коммунальные услуги. И многое-многое другое. Вал социальных проблем приближает Украину к катастрофе. Специального статуса для своих регионов требуют в Закарпатье, а также в Запорожской и Львовской областях. Полтавский облсовет выступает за мораторий на повышение тарифов ЖКХ. Я и его знакомы, и близкие люди, конечно, находятся под гнетом коммунальных платежей, в первую очередь, потому что это такой большой кусок от дохода. Гай бог простить! Пробовала хотя бы попробовать один месяц прожить на тот минимум. Да, у меня не получается. Социологический опрос Международного республиканского института. Антирейтинг Верховной Рады 87%. У правительства 79%. Деятельность президента Украины не одобряют 74% граждан. Президент сегодня на Украине человек, которому бы верила хотя бы треть всего населения, не говоря уже о половине или более того. Поэтому, да, там, ну, это политический кризис, который вытекает из кризиса идеологического и кризиса экономического. Со спиной Олега. Меч над Россией. А следшая сова словно потеряла собственные границы, зависнув над территорией соседа. В прошлом году в Украине была утверждена государственная военная доктрина, которая определила главным врагом Украины, да, Россию. Вот что самое страшное. И, бля, вот это бог с ней. А вот то, что все государственные органы, все структуры управления работают сейчас по программе милитаризации Украины, проводятся и создаются вагеря военно-патриотической, так называемой, подготовки детей и молодежи. Вот трагедия украинского народа сейчас, в эти годы, да, что из естественного союзника, из естественного партнера делают врага. Украина превыше всего. Нечто подобное мир уже слышал и навсегда запомнил, что творилось под такими лозунгами. Президент государства выступает под слоганом, который вошел в историю, как фашистский там призыв, и который в Германии выкинули даже из гимна. Именно за то, что это воспринимается как нацистский призыв. Все сегодняшние герои Украины, это все немецкие фашистские офицеры, там Бандера, например, Галупман и так далее, и так далее. И прославились они в годы войны, например, уничтожением еврейского населения города Львова. То есть это беда не последних двух-трех лет, как они собираются нам представить, а это болезнь, которая начиналась и инициировалась, и инифицировалась Украина, начиная с конца 19 века. Незалежный экстремизм возвращают из исторических залежей. Но свою историю забыли не все. Порошенко встречает в Киеве президента Израиля, приехавшего на годовщину трагедии Бабьего Яра. Того, что он скажет депутатам Рады, не ожидал никто. Многие пособники этих преступлений были украинцами. Из них особенно выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам. С высокой парламентской трибуны, как вы можете нас обвинять, что украинцы убивали евреев? Люди на киевских улицах за каждым шагом властей пытаются увидеть собственное будущее. Что предсказывает им эта сова с мечом? Я надеюсь, что все будет хорошо. Но предугадать очень сложно, потому что посмотреть то, что было буквально несколько лет назад, и то, что происходит сейчас, вот если кто-то там сказал бы, мы бы покрутили пальцем, вы сказали, что вы такое говорите. Трудные годы, тяжелые годы приходят. Я думаю, что, конечно, все это до добра не доведет Украину. И жалко, украинский народ действительно веселый, и действительно этот самый веселый народ в мире. И я думаю, что скоро всем будет уже не до веселья. Украина обостряет отношения с еще одним близким соседом, Белоруссией. Вам необходимо вернуться на аэродром вылета. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват. Киевские наземные службы требуют от экипажа Минского авиарейса изменить маршрут. Гражданскому самолету грозят истребителями-перехватчиками. Власти свое участие в этом конфликте, конечно же, отрицают. Говорят, будто диспетчер взял на себя слишком много. А вы вот послушайте, что говорится на украинском телевидении по отношению к России. А откуда это происходит? Это происходит прежде всего от политики киевского режима, который нацеливает на это средства массовой информации. Телеканалы, радиопередачи, журналистов, грязь на Россию, обман, ложь. Объективная информация подачи невозможна. Тот самый случай, когда неизвестно, что хуже. Агрессивное государство? Или агрессия, которую начинают впитывать простые люди, которым ежеминутно эта власть промывает Москву? Украина! Украина! Украина!